Давайте рассмотрим такую важную зону нашего влияния, как точка перехода хода в диалоге. Это момент, когда мы замолкаем, а наш партнер начинает свой спич. Еще в своих работах «Конверсационный анализ» Харви Сакс заметил, что если мы хотим повышать конверсию наших диалогов, мы должны смотреть именно на точки перехода хода, потому что в них, по его мнению, происходит самое важное. Для того, чтобы вас убедить в этом, я проведу один эксперимент. Вот представьте себе, вы ведете некую беседу с неким человеком, и вы на волне уверенности в том, что вы в полшаге от победы. Вы выложили все аргументы, прекрасно их подготовили, статистика, факты, вы жонглировали ими мастерски. И вот вы иссякли, вы замолчали, и вы смотрите на вашего собеседника с уверенностью, что сейчас он восхитится вами. Но что происходит? Он берет паулу, смотрит на вас. А потом говорит что-то типа «Ну, продолжайте». Что вы почувствуете? Согласитесь, это как раз территория максимального смятения, дискомфорта в точке перехода хода. Что вам делать? Продолжать с какого места? Повторять, какие именно факты? Как он относится к тому, что вы ему сказали, ничего этого вы не знаете, но вам надо говорить? Вот такие ситуации, когда в точках перехода хода вы испытываете дискомфорт, это ситуации, скорее всего, немножко смоделированные, созданные второй стороной. Скорее всего, на второй стороне очень искусный человек, который очень хорошо понимает, насколько важно начинать свою реплику в ситуации некого комфорта, с уверенностью. Вас сознательно чуть-чуть выдвигают из этой зоны комфорта и получают небольшой, но перевес. Вы в этот момент адресат влияния. И адресат влияния негативного.